Международный форум Армия-2016 обещает сегодня зрителям супер увлекательную программу. Основные действия разворачиваются в Подмосковье, на территории парка вооруженных сил «Патриот». Там работает сейчас мой коллега Артур Матвеев. Артур, привет! Слышишь ли ты меня? Давай связь с тобой проверим сразу. Привет, Лёша, слышу! Что за зелень у тебя там сзади? Это огород какой-то или всё-таки форум военный? Лёша, это не огород, это не форум в классическом понимании этого слова. Это полигон Алабина. Здесь будут проходить первые, наверное, в России соревнования по беспилотникам, вернее, по квадрокоптерам. А это на самом деле, ну как, маршрут, да? Стадион, по которому эти квадрокоптеры будут, ну не ездить, а летать. Видишь вот эти оранжевые точки, вот они. Это, собственно, сам маршрут, над которым надо точь в точь пролететь. А вот как пролететь, насколько это сложно, не будем тянуть долго. Спросим у специалиста Никита Гусаков. Готов рассказать нам, что же это за соревнования такие, насколько тяжело придётся участникам? Ну, аппараты были спроектированы для того, чтобы участникам было максимально легко ими управлять. В то же время они могли управлять ими так же, как и гоночными, более маленькими манёвными квадрокоптерами, для того, чтобы они могли достаточно быстро пролететь под воротами и в то же время стрелять по мишеням. Эти, то есть 16, насколько я знаю, команды, все проектировали вы, да? То есть, ну вот, проектировались для участия специально нашим? Проектировал наши компании. Я отвечал за сборку, настройку, облёты и доработки, если они были необходимы. Все отечественные, получается, что ли? Нет, запчасти некоторые мы покупали за границей. Разработка, непосредственно дизайн аппарата наш. Ну, пойдёмте, испытаем импортозамещённый квадрокоптер и как он будет лететь. Он, получается, 4 винта. Ну, давайте запускаем, не будем тянуть долго, сейчас тень уйду. Я вот это под воротами. Угу. На старт, внимание, марш. Ну вот, первый пробный полёт ещё до запуска, до старта всех соревнований. Итак, отрывается он от земли и прямо сейчас пойдёт по маршруту. Ну, как вы видите, плавно идёт квадрокоптер. Вот таких будет 16. Они друг за другом будут летать, да? Или, получается, или вместе? Одновременно будет до двух квадрокоптеров летать. Вообще они не врежутся как-то? Ну, если врежутся, на это определённые баллы будут списываться или добавляться. А ещё баллы за стрельбу, да, насколько я знаю? Да, будут за стрельбу начисляться баллы. А как он стреляет? Он с шариками здесь под пейнтболом, чтобы там ничего такого вооружённого на нём не увидел. Нет, стрельба осуществляется с помощью системы лазерного маркирования. А это как лазер-тег, да? Вот есть такая стрельба, то есть инфракрасная, да, получается? Инфракрасная у нас датчик дублируется для того, чтобы фиксировать также промахи. Если человек не попал точно в мишень. За это будут также начисляться баллы. Определённое количество меньше. Ну вообще, скорость здесь важна? Что вообще важно в управлении квадрокоптера? Ну, в данных соревнованиях наиболее важна стрельба по мишеням. Скорость здесь не продаётся в первую очередь. Сколько кругов нужно пройти, сколько мишеней поразить? В разных соревнованиях будет разное количество кругов. От двух до восьми кругов. Так, а он сможет мне так на руку приземлиться, чтобы мне пальцы не отрезали, например? Сможет? Давайте попробуем. Ни разу не ловил квадрокоптер, тем более в прямом эфире. И вроде даже цел остался. Так что скоро, Лёша, стартуют соревнования. И 16 таких машин взмоют в небо полигона Алабина, чтобы уже продемонстрировать быстроту и точность. Спасибо большое, Никита, очень подробно всё рассказали. Итак, ждём начала. Жуж, спасибо большое, Артур. Действительно, первый блин у него получился вовсе не комом на этих квадрокоптерах. Кстати, установлены лазеры, а вот на наших, на квадрокоптерах Лайфа, установлены видеокамеры для того, чтобы наши зрители видели всё сразу и в прямом эфире. Это был Артур Матвеев из Алабина. Он ждёт с нетерпением старта соревнований среди квадрокоптеров. Ну, а теперь переходим к другим темам.